Добрый день, уважаемые садоводы! Темой сегодняшней нашей передачи будет картофель. Картофель, поговорка говорит, это второй хлеб. Все об этом знают, поэтому умолить его о достоинстве этой культуры просто невозможно. Сейчас мы находимся на садовом участке Краевой Нины Николаевны. Нина Николаевна уже около 30 лет занимается выращиванием этой культуры. Какие-то секреты своего выращивания, своего садоводства расскажет сама хозяйка этого участка. Здесь у меня находятся только ранние сорта. И я выращиваю 8 сортов ранних, из которых лучшими считаю сорокодневка, которая только начинает цвести и уже можно ее копать. И она рассыпчатая, желтая внутри, очень урожайная. Вторым сортом я считаю очень перспективным и хорошим это Пушкинец, Жуковский, Петербургский сорт, Елизавета, Астерикс, очень хороший сорт, Платина, Луговской, Скала. Это сорт голландской селекции, очень тоже урожайный. В отдельные года или в засуху, или очень сырой год отдельные сорта, может быть, меньше дают урожай. Но в общем урожай у меня всегда хороший. Еще я не сказала о картошке удача. Я тоже очень долго ее, давно, Адрета и удачу. Адрета, правда, некоторым мне нравится тем, что если ее перерастишь, продержишь долго в грядке, то она может загнивать. Она загнивает в земле, если ее долго держишь в земле. Если ее вовремя выкопать, это очень урожайный сорт и очень вкусный. Это как говорят, ешь без масла. По вопросу технологии, значит, перед посадкой обязательно про травливание картошки. Это я использую препарат, называется Максим, в котором я протравливаю эту картошку. Ложка, одна ложка на ведро воды. И я окунаю перед тем, как ее посадить в грядку, я окунаю ее. Потом в каждую лунку я добавляю удобрение, или комплексное удобрение, или залу по несколько гранул. Это совсем понемногу. Затем через 10-12 дней после посадки обязательно нужно прорыхлить, чтобы не прорастали сорняки. Подсыпаю два раза. Первый раз подсыпаю, через 5-6 дней второй раз, и уже картошку больше не трогаю, потому что она начинает разваливаться, и уже сорняки там не растут. На семена я отбираю только от хороших веток, от хорошего куста. Если там куст или совсем мало картошки, или мелкая картошка, и даже средняя, и только средняя крупная нету, то я от такого куста на семена не беру. Я делаю как бы клоновый отбор каждый год. Еще вот новый способ, он может быть, я бы не сказала, что очень новый, но у нас он мало используется, но я вот уже несколько лет, 6, я использовала его, этот способ. Это двухрядный. Значит, между рядами картофеля, который сажаю, значит, 25 сантиметров, 20-25. А между этими полосами двумя 90 сантиметров, и подсыпаю в один ряд, эти два ряда вместе. Это что дает? Это дает. В сухой год задерживается влага. Если сырой год, то вот эти борозды очень глубокие, и они не достают до картошки. Значит, картошка не гниет. Фитофторы – это одна из самых неприятных болезней и заболеваний картофеля, и одна из самых распространенных. Поговорим сейчас о фитофторе. Сейчас стоит погода, жара, и поэтому фитофторы распространения такое не получается сейчас. То есть болезни этой нет. Но при первых же признаках заболевания фитофторой – это нижние листы, бурые пятна, такие мокнущие бурые пятна. И по утру можно наблюдать белый налет. Это как раз и есть канидии гриба, которые разносятся ветром и дождем. Когда первые признаки появятся вот этой болезни, они появятся при низких температурах ночных и влажности больших. То есть будут дожди, может быть, росы. И вот когда только, не дожидаясь первых признаков этой фитофторы, следует обработать картофель фунгицидом. Фунгициды я предлагаю. Сейчас множество этих фунгицидов. Но сейчас распространенные вот эти новые поколения фунгицидов – это Танос, Профит, есть Бордоз такой фунгицид. Они, защита идет где-то в среднем две недели у них, у всех этих фунгицидов. Обработку картофеля проводите, и две недели защищена картошка. Обычно эта неприятность бывает, когда картошка зацветает. Вторая неприятная вещь, которая выражает картофель – это наш всем известный колорадский жук. Колорадский жук. Обработки проводим инсектицидами Актора Регент. Эта Актора применяют уже садоводы, наверное, года три. Это точно применяют уже. Это одно из самых распространенных инсектицидов, которые применяются на картофеле. Чем они отличаются? Это длительного срока действия. Обработка защищена где-то в течение, наверное, месяца. Действуют они как на жука и также на личина. До свидания, дорогие садоводы. Всего вам доброго, хороших урожаев. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok